вот показать хочу сколько грачей нынче это только вот на часть маленькая на поле это может быть пятидесятая часть а дальше он поле они все летят на поле садятся и шелушат если бы урожай 24 центнера то останется не больше 15 очень прожорливая птица и я сколько живу в этой местности никогда не видал столько грачей но сами посмотрите сколько тут можно зафиксировать я издалека фотографирование очень осторожны вот они где это не на траве я просто отдыхает это каждый грач видите какой грач большой и вот они сколько мы их смотрим вот здесь вот они летят летят и летят и летят часами летят и на одно место где-то они садятся тут вот они теперь отлетели далекое это у нас уже сено скрутили я хотел показать как они пшеницу шелушат вчера я видел ужас просто которая пшеница полегла нынче дожди были полегла на ветры и они на полу шелушат пустые колось и щупаешь совершенно ничего нету как они так умудряются и потом на водопой вот куда бы ни посмотрел непрерывно летят и летят вот я смотрел допустим три часа три часа непрерывно они летят они просто летят они непрерывно летят я не могу взять по-настоящему показать сколько их летит это в одном месте только в одном месте над одними деревьями вот она на одном месте вот смотрите как как из прощи выпущены при том не и конца не край никакого не видать вот сколько летят это летят к тем которых я уже впереди показал это тоже что-то означает а что не знаю какая напасть вот смотри вот буквально чтобы на экране не было но и часть их летит за деревьями поэтому не видать за деревьями а вот на подлете я на на дом на виду сейчас чтобы было видно тут они более уже зримо но тоже за дом вместе скрывается за дом дом высоких этого стену владимира дом хорошенький красиво все любит красивое дай бог ему здоровья вот я опять пришел сюда посмотреть сколько там их грачей а невозможно увидеть вот они там на горизонте и там эти вот вот такая чернота между этими идет они близко не подпускает осет можно рассмотреть вон то есть в этой стае которая впереди ну это около тысячи я так думаю вот я пришел специально на поле волки лежат у скошены посмотреть чем они питаются здесь грачи потому что они сюда летает все и ставится вот я подошел кто разбирается в этом вот я показываю это овес овес и они его обшелушивают весь вот тысячные стаи сюда прилетает этого далеко там видать такие это вот селосные ямы когда-то копали а это землю бульдозером выгребали и вот эти пирамиды остались здесь пирамиды безумия советского режима так можно назвать вот оттуда я это очень далеко показать где находятся грачи вот они где это они перед бугром там и это не как раз на склоне бугор там за бугром им тоже питаться надо это этика по горизонту так если еще видно столбы стоят эти столбы наша линия идет если тысяч вольф потеряю вку искорчены это местный лес и вот сейчас можно увидеть деревню этого домик андрея усинова то у них баня а вот это пробуренное тут колодцы копает это пробурено метров на 70 вода и когда вода прошлом году пересохла это взял владимир александрович устинов к нему все потянули с банками с ведрами он видишь мудро так решил сначала должна быть вода и вдруг низкий уровень воды и колодца стали углублять некоторые даже не дошли вот показывая куда у меня голубятня это бывший калашниковский дом нет это этого киришкова николая вот это павла лапкина дом там видать а вот тут я приспособился это его двор вот это калашниковский у меня тут 2 голубятня я уж до того доволен что у меня голубятня наконец такая где я могу сидеть часами там молиться у меня щетки там и наблюдать за голубями я просто люблю меня это нравится вреда в этом никому никакого нет этот первый дом потерявки это все издали я я не умею фотографировать то правильно все трясется вот оси дальше смотреть вот тут дальше точно так же надал бы эти вот земля тут селосные ямы я в них когда-то работал десятом классе еще был помогали теперь я вернусь к этому чтобы показать опять грачей ну что это не просто чернота не уголь не шлак а вот видно что этого грачи это наши тюки за ними не видать это все грачи и они все питается тут непрерывно месяцами и откуда бог нам дал такую красоту ну тут были рощи такие в которых действительно много грачей было по 10-12 гнезд на одной березе но потом корченский или кто спалили 98 году 10 октября около 200 пожаров полтайскому краю было в том числе и у нас поджог огонь вала вала мешал просто по горизонту все застело и на вся деревня кроме нашей мамы мама молилась а мы пошли шинель у меня было много военных яма с водой мы мочили туда и с этим мокрыми шинелями шли и били пока я понял с огнем бороться это очень действенный способ очень сильно мы все вот какая-то машина появилась там я потерял из виду она ушла это что я показа на земле это не все это еще говорится ягодки вот сколько их сейчас вверху они везде все тут все оккупировали буквально вот посмотрите вот они поднялись что-то их потревожило вот можно представить сколько это они уже надо мной и поднялись можно увеличить видно что это не просто точки это врачи врачи но на он умеет за себя постоять важно так шагает не прыгает со связанными ногами как воробей вот они сейчас по всей вероятности будут подниматься никуда не улетают они ищут воздушные потоки и поднимаются высоко высоко и вчера мы смотрели ну буквально точки одни а потом оттуда разгоняется книзу как я называю задают экзамен на излом крыла вот они никуда не уходят они кружат над нами и сейчас они начинают подниматься вот это редкий случай я захватил это утренние но разогревается земля и восходящие потоки и они дали крыльями не машут а все выше и выше и выше поднимаются иные уходят а иные вот они поднимаются я их не могу найти куда они шли а вот они где уууу как они далеко уже ушли далеко далеко высоко высоко вот я ушел далеко в поле ну и люди которые видят скажут тут всегда думаю делать ему нечего но мне просто интересно далеко ушли тут уже не заснять нынче ты 2013 год очень много грачей даже выставить нельзя поднимается тысячная стая все это в потеряевке и все они на барабашовых полях так благоприятный год это благоприятный год это оооо бегут это глушковское хозяйство я тут решил снять грачей посмотреть кастрюля все все ну все кастрюля поиск все то все